Доброе утро, дорогие друзья! Очередной день наступил, и утренний телеканал Ростовской области рад вас приветствовать. Ну, естественно, сегодня, в самое ближайшее время, будет много интересной и полезной информации. Ну, и, конечно, ваши любимые ведущие вместе с вами встретят этот день. Ирина Черная, Сергей Соловьев и я, Алина Малинина. Доброе утро, дорогие друзья! Вот уже совсем скоро, точнее завтра, мы пересечем экватор февраля. И я вас с этим поздравляю. Я думаю, Сережа, что мы пересекаем его сегодня. Да, мне тоже кажется. Доброе утро, друзья! Сережа немножко, видимо, еще не проснулся. Напоминаю, 15 февраля, четверг. В феврале 28 дней мы уже пересекли. А, вот почему. 14 числа мы пересекли вчера. Да, согласен, мы уже пересекли экватор, с чем я вдвойне вас всех поздравляю. Спасибо, Сережа. Ну что ж, друзья, действительно, если это утро вы решили провести вместе с нами, то вы правильно сделали, потому что у нас сегодня много всего интересного. Мы с вами, конечно же, попробуем сделать какую-нибудь зарядку. Сегодня это будет кардиотренировка. Узнаем, как купаются маржи где-то в районе Таганрога. Мы приготовим фитнес-торт и, между прочим, драники для тех, кто не очень следит за своей фигурой. Это классная идея. Узнаем о том, чем сегодняшний день отметился в истории. Это наша ежедневная традиционная рубрика. Опять же, понаблюдаем за лемурами, котами, молодыми красивыми девушками и юношами. Сегодня будет много всего интересного. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас и рады видеть вас с той стороны экрана. Конечно, сегодня к нам в гости обязательно придут интересные люди, как это и бывает, которые чем-то отметились и чем-то выделились. Ну и я уверена, что сегодня мы даже анонсируем интересные мероприятия, которые вот-вот уже в самое ближайшее время ожидают всех ростовчан и гостей города. Ведь действительно идет масленичная неделя, много интересных событий, выходные впереди. Ох, а к ним нужно как подготовиться, потому что будут песни, танцы, гуляния везде и всюду. И я уверена, что стоит узнать, куда точно сходить, не только из нашей программы, но и зайти к нам на сайт www.don24.ru и там посмотреть обо всех событиях, которые предстоят. Ну а о тех событиях, которые прошли, узнаем прямо сейчас. Новости на телеканале Дон-24. Наидобрейшее еще раз всем утро. По традиции, после выпуска новостей, как когда-то в советские времена, последней была погода, точнее прогноз погоды на сегодня. Сегодня 15 февраля, я напомню вам об этом, четверг 2018 год в Ростове и области. Сегодня в Ростове-на-Дону мокрый снег с дождем и максимально днем температура будет плюс один. Ночью до минус четырех. Сильный ветер продолжается. Хочется обратиться ко всем пешеходам и автомобилистам. Пожалуйста, смотрите внимательно под ноги на дорогу. Температура в Чертково минус три днем и вечером в вечернее время минус десять. Довольно-таки прохладно по сравнению с остальными днями. Также и в станице Вешенской минус три днем и минус одиннадцать в вечернее время. В Таганроге сегодня обещают мокрый снег и нулевую температуру в течение дня. А вот к вечеру она опустится до минус трех. В Белой Калитве чуть прохладнее, минус один днем, мокрый снег и до минус шести в ночное время суток. В замечательном городе Шахты днем сегодня будет нулевая температура, будет идти снег, а ночью она опустится до минус пяти. В Обливской до минус трех будет днем, тоже снежно. Ночью внимательно не забудьте посильнее включить китопление, минус десять. Жители Волгодонска могут совсем немного порадоваться теплу. У них плюс один днем, а вечернее время минус четыре. А вот жители Сальска днем ожидают плюс два, а ночью такая же температура, только со знаком минус два. Ну, не знаю, какая погода ожидает новочеркасцев сегодня, но вчера там было тепло, душевно и уютно. Потому что именно вчера, 14 февраля, в новочеркасске автомобилисты выстроились в звезду победы из машин. Этот флешмоб, который был посвящен 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, прошел накануне вечером, кстати. И у нас даже есть небольшое видео, как это было. Вот очень красиво, очень классно. Это прям звезда на Спасской башне. Да, и просто потрясающая акция. Участие в этом флешмобе приняли около ста автомобилей, а процесс построения занял более двух часов. Отлично. Ну что ты скажешь, да. Мне очень понравилась эта идея. Молодцы. Не в сердце, а вот в такую вот звезду. Патриотичную, да? Да, патриотичную. Звезду. Я думаю, для тех, кто выстраивался на автомобилях, ну, физподготовка не очень была важна. Тут были важны умения, важно умение вождения, навыки вождения. Господи, вот так вот я завернула навыки вождения. Но в любом случае физподготовка пока еще никому не мешала. Поэтому интервальная тренировка. Интервальное кардио – это лучший способ быстрого и эффективного сжигания жира. Каждое упражнение выполняйте по 30 секунд. И 30 секунд оставляйте на отдых в перерывах. Прыжки с хлопком. Ноги расставляем широко. Руки опускаем в пол, шире плеч. Спину держим ровно. Отрываем стопы и делаем хлопок. Выпрыгиваем вверх и снова делаем хлопок. Продолжение следует... Планка с прыжком. Становимся в планку. Ладони держим под плечами. Стопы вместе. Таз подкручен. Спина ровная, без прогибов поясницы. Поочередно шагаем руками вперед и назад. Начиная с правой ладони. Одновременно выполняя прыжки стопами в стороны. Выпад в сторону с махом и прыжком. Делаем выпад в сторону. Колено не выходит за носок. Отталкиваясь от пола, делаем махом. Ногу стараемся держать параллельно полу. Подтягивая ногу к себе, делаем прыжок. Затем повторяем на другую ногу. Повторите еще 3-4 круга. Выполняйте такой комплекс упражнений в конце каждой тренировки. Будьте в форме. Выполнили кардио-тренировку и можно не одеваясь отправиться куда? В сторону Таганрога. Я вам скажу зачем. Потому что там были замечены жители, совершающие то, что обычного человека заставят содрогнуться даже от одной такой мысли и закутаться в плед. Самые стойкие жители Ростовской области, они же таганрожцы, купались на глазах у любопытной публики. Пловцов не смущало, что февраль на дворе. Несколько мужчин в одних трусах спокойно, непринужденно входили в море, купались. Затем накидывали на плечи полотенце и продолжали беседу. Совершенно так это ненапряженную. Ну и вроде бы как ничего особенного и не происходит. Совершенно, да. Я думаю, что это моржи, конечно же, да. Замечательные моржи, которые есть не только в Таганроге, но и в Ростове. Те, кто купается в любое время года. Но мне понравились комментарии, которые под этими фотографиями были написаны. Наверное, интернет отключили в Таганроге. Ну, видимо, просто, что время появилось свободное. Завтра же день влюбленных надо и помыться, и побриться. Это, видимо, было 13-го числа происходило. Или еще вариант, купайся в проруби на Масленицу, а не на Крещение. Я бы добавила и на Крещение, и на Масленицу. Моржевание еще никто не отменял. Какие молодцы, конечно, все хвалят. Это просто прекрасно, это здоровый образ жизни, это замечательно. И последний комментарий. Гвозди вы делаете из этих людей. Не было в мире крепче гвоздей. Мальковский Владимир Владимирович. Просто ребята немного задержались. Помните, в прорубь ныряли, а не вот с того времени. Они с того времени купают. Все никак не уйдут. Им никто не сказал, что на дворе февраль. Просто такое тоже может быть. Ну, это отличное вообще желание и отличное умение. Потому что сразу ты не пойдешь купаться в проруби. К этому надо приучать себя годами. Я думаю, что люди занимаются здоровым образом жизни. И спасибо им за это. Ну, а те, кто окончательно смотрит и подсчитывает калории, и хочет, чтобы вот на этой неделе масленичной ничего не прибавилось нигде, те готовят сегодня фитнес-торт. Я всегда слежу за питанием, и сладкого себе не позволяю. Но иногда наступает момент, когда очень хочется. Именно для таких случаев у меня есть один рецепт, которым я поделюсь сегодня с вами. Это торт или пирог. Называйте его, как вам больше нравится. Очень вкусный, полезный и без лишних калорий. Первым делом смешиваем творог, йогурт и яйца. Перемешиваем все до однородной массы, и наша основа готова. Для основы нашего десерта нам понадобятся фрукты. Мы использовали бананы, которые разрезали вдоль. Вы же можете использовать любые фрукты на ваш вкус, например, яблоки, либо груши. Нашу форму для запекания мы смазали оливковым маслом. Теперь выкладываем лаваш. Выкладываем на дно бананы и заливаем все это нашей твороженной массой. И отправляем в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов. У нас остался последний штрих. Посыпаем корицей и отправляем в духовку. У нас все готово. Давайте посмотрим, что получилось. Украшаем свежими ягодами и останется только попробовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подкрепиться и полакомиться любят не только люди по утрам, но и птицы, которые, кстати, скоро вернутся к нам на юг. Так вот, для того, чтобы они быстрее вернулись в центральную часть России, в Подмосковье откроют рестораны для птиц, где их будут кормить бургерами с салом и зерновыми снэками. Дело в том, что акция проходит в данный момент «Покормите птиц зимой», так называется акция. 17 февраля, вот именно в этот самый день, в парке имени Толстого откроются первые рестораны для птиц. Там будут подавать бургеры из семечек с салом, салаты из сушеных ягод, зерновые снэки, коктейли из рябины и другие блюда. Мне кажется, просто вот даже я готова стать птицей и прилететь в парк подмосковья. Аленушка, я уже лечу туда со своей фамилией Соловьев. Где адрес? Подскажи мне. Так вот, предлагают... Предлагают особое меню и деликатесы, которые должны прийти с пернатым весьма по вкусу. Ну, я уже, как сказала, что они получат, да? Еще раз хочется услышать бургер с салом. Прекрасно. И семечками. И семечками. Да, для разработки меню были приглашены специально обученные люди. Из института питания, мне так кажется. Орнитологи их называют. Чтобы животик не болел. Да, которые следили за составом и экологичностью блюд. Все, что будут готовить для птиц, обогащено витаминами и экологически чисто. В первую очередь, это сушеные ягоды, которые так необходимы птицам в зимнее время. Так что, если у вас где-то остались сушеные ягоды, вы можете не устраивать, конечно, ресторан возле своего дома для птиц, но угостить лакомствами. А на самом деле, если вы не знали, птицы умеют предсказывать будущее. Но, конечно же, не так, как звезды. Давайте посмотрим, что она ждет всех в гороскопе. Звезды советуют Овнам провести этот день в окружении приятных людей. Встреча с друзьями в уютной обстановке украсит вечер. Тельцы. Ваша деловитость и сдержанность поможет справиться с любыми непредвиденными обстоятельствами этого дня. Подведите итоги ваших незавершенных дел. Близнецы. Постарайтесь в этот день дарить людям радость. Сегодня нельзя поддаваться пессимизму и допускать агрессивные мысли. У рака в день будет наполнен разными событиями, много общения и информации, а вы к этому не готовы. Львам необходимо быть предельно внимательными, предусмотрительными и обходительными с окружающими. Дев будет волновать собственное самочувствие. Постарайтесь закончить все дела. Не начинайте ничего нового. Весы. Ваш день пройдет успешно. Будьте внимательны к подсказкам извне. Скорпионам не стоит сегодня откровенничать, даже с самыми близкими. Споры могут возникнуть дома. Эмоции помешают мыслить и здраво. Стрельцам необходимо подобрать нужные слова для взаимопонимания со своим окружением. В вашей поддержке будут нуждаться близкие люди. Поделитесь с ними оптимизмом. Козероги. Следите сегодня за своими тратами. Будьте менее щедры и расточительны. Можете столкнуться с непониманием ваших идей и взглядов. И это будет огорчать. У водолея в день наполнен событиями, эмоциями и впечатлениями. Отсидеться в одиночестве не получится. Рыбы, вам лучше быть наблюдателем. Подведите итоги своих дел. Смотрите на все реально и без розовых очков. Продолжаются тяжелые времена для нашего организма, потому что очередной день масленицы на дворе. И сегодня, по-моему, нужно ходить к кому-то на блины. К тёще или к зятю или к кумовьям. Сегодня уже пора бы снизить количество начинок, наверное, и перейти к легким. А не я, и вот не знаете вы, что какой день значит. Начинала я вам с понедельника рассказывать, потом отвлеклась и до конца не рассказала. Ну вы вообще скажите, блины-то хоть на этой неделе ели? Я ем каждый день. Я ем каждый день. А, я повторился. Вы едите каждый день что, блины или просто едите каждый день? И то, и другое. И то, и другое. Замечательно. Ну что ж, сегодня четверг. Сегодня широкий четверг. Разгул, перелом. Сегодня день, когда три дня масленицы уже позади, а три дня ещё впереди. То есть вот как раз посерединочке. В этот день середина масленицы. Значит, что гуляли с утра до вечера, пели, плясали, водили хороводы, пели частушки. Что самое главное, прекращались все, какие бы то ни было хозяйственные работы. Друзья мои, если вы сегодня не приедете на работу, скажите, что мы вам разрешили. Можно не ходить сегодня куда стоять? Я не вам сказала. Так вот, люди всем миром выходили на улицу. И молодожёнов сажали в сани, спускали с горы, заставляли целоваться. Если кто-то отказывался, их прям в снег кидали по шее, вот так за снегом. Даже незнакомых друг с другом. Молодожёнов, они же женаты. Но раньше же целоваться на людях было неприлично, понимаете? Только в масленицу. Да, только в масленицу можно было. Разгул. Идём дальше. Выходили на кулачные бои уже в четверг. По правилам, нельзя было в рукавицу прятать ничего тяжёлого, бить ниже пояса и по затылку. Словом, в любой схватке русскому бойцу следовало помнить о чести и не терять голову. Сходились на реке, бились сам на сам или стенка на стенку. Вот мне сам на сам интересно, что это такое? Один на один. Ну, один на один. А, вот так, понятно. А стенка на стенку, это с этой стороны. Один посёлок против другого посёлка. Потом ещё начинали уже с этого дня ходить с калятками, бубнами, рожками, балалайками, петь калятки. И до конца одевали масленицу. Тулуп там всё подвязывали, в общем, возили её по деревне. Друзья мои, четверг надо гулять. Надо гулять, надо петь, надо есть вкусные блины. И хочу вам сказать, что блины-то ведь можно готовить всевозможные. Но в любую из рецептов всегда можно добавить тёртое яблочко или тёртую морковку. Это тоже очень классно. Мы сейчас с вами приготовим драники. Это тоже блины, только картофельные. Я думаю, они будут ещё вкуснее, если вы приготовите их в широкий четверг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Блины приготовили, точнее драники, чайок свежий уже заварили. Пора бы почитать свежие газеты. Но старые газеты я люблю читать ещё больше. Там всегда много интересного. Итак, напомню, что сегодня 15 февраля. 29 лет назад, то есть в 1989 году, завершился вывод советских войск из Афганистана. Я просто не могу пройти мимо этой даты. И хочу для справки, для расширения кругозора всем рассказать, что 25 декабря 1979 года в Афганистан были введены советские войска. Установившийся режим в Афганистане после очередной смены власти, полностью оказался зависимым от советской военной и технической и финансовой помощи. А группировки повстанцев поддерживали США и другие государства. В 1986 году очередной в Афганистане проходит государственный переворот. И власти СССР и США договариваются о невмешательстве в дела Афганистана. И начавшийся в мае 1988 года вывод войск из Афганистана закончился 15 февраля 1989 года. Группы советских войск окончательно покинули эту страну. Было это очень красиво, торжественно. Как вы видели фотографии, как они по мосту возвращались в нашу страну. Сегодня многие историки и аналитики считают войну в Афганистане самым жестким и кровопролитным военным конфликтом после Великой Отечественной войны, который был развернут на нашей земле. В память о тех, кто остался в Афганистане, солдат и офицер, которые не вернулись с этой войны, в нашей стране именно сегодня. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. К слову, такой же день отмечается и в Белоруссии, и на Украине. Этот день запомнился всем тем, кто выполнял свой интернациональный долг. Ну а теперь о других исторических событиях в разные годы. 15 февраля 1895 года день рождения Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Пять сестер Гнесиных, энтузиасты своего дела, посвятили всю жизнь музыкальной педагогике и прожили в том же доме, где размещалось их детище. Атмосфера гостеприимного дома неизменно привлекала и учеников, и коллег. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Многие историки и аналитики считают войну в Афганистане самым жестким и кровополитным военным конфликтом последних лет. И в память о невернувшейся с Афганской войны сегодня день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день, в 2013 году, над Челябинском прошел метеоритный дождь. Челябинский метеорит стал самым большим из известных небесных тел, обрушившихся на землю. Со времени падения Тунгусского метеорита в 1908 году. Такие события, по словам ученых, происходят не чаще одного раза в сто лет. Но сегодня это единственный задокументированный случай падения метеорита на крупный промышленный город. Ну а теперь о тех, кто родился в этот день в разные годы. В 1862 году, 15 февраля, родился Савва Морозов, российский предприниматель и меценат. Он оставил себе память, как щедрый филантроп, был благотворителем, жертвовал деньги на строительство приютов и больниц. Он оказал неоценимую поддержку Московскому художественному театру, преуспел благодаря деловому чутью и предпринимательской хватке, но главное, благодаря своему фантастическому трудолюбию. 15 февраля 1923 года в этот день родилась Елена Бонер, советский и российский общественный деятель и правозащитник, диссидент, публицист. Почетный доктор права многих университетов мира, лауреат премии памяти Таролфа Рафто, обладателя наград России и других стран, супруга академика Сахарова. Поддерживала мужа и помогала ему во всех делах и проектах. Вместе с ним находилась в ссылке. Ну, я не знаю, как у вас отношение к таким животным, как лемуры. Прекрасно. Я вообще только за. Я лемуров люблю. Любишь лемуров. Так вот, эта новость тогда специально для тебя. Дело в том, что в Америке обратили внимание на то, что один велосипедист очень необычно взял себе очень необычных пассажиров. Так. А эти пассажиры, два симпатичных лемура, один из которых был в джинсовых шортах, между прочим, другой в подгузнике, вызвали у очевидцев большой ажиотаж. Люди подошли поближе, чтобы полюбоваться на животных и снять их на видео. Сам хозяин Ламар Симонс, приехавший по делам вместе со своими необычными питомцами, любезно разрешил всем желающим рассмотреть его милых зверюшек. И они от одного только взгляда этих самых гостей, которые пришли побываться на животных, были очень даже счастливы. Можно посмотреть и видео, которое у нас есть. Я буду смотреть, если вы делаете это один раз. Скажите «Хеллоу». «Хи! Хеллоу». Нет, скажите это один раз. Скажите «Хи! Чейз! Хеллоу». Нет? Ха? Мэй? Хорошо. Хеллоу! Спасибо. Сидите, Джулиан. Ты хочешь это? Ты хочешь это? Что ты хочешь? Я хочу Snapchat. Ламар Ла... Спасибо, мэн. Ла-м-а-р-р. О, что я хочу. И си-м-м. Они очень красивые. О, что я хочу. О, что я хочу. Я буду поменять их имя, чтобы сделать что-то интересное. Потому что все я делаю... С-и? Нет, ты сказал Snapchat? Да. Ум... Это должно быть Ламар Симонс на Snapchat. Я не использую много, но я тоже. И си... М-м... Я не знаю. На самом деле, любовь к лемурам зародилась на всей планете достаточно давно благодаря известному мультфильму «Мадагаскар». Ведь именно там целая колония лемуров, где был предводитель, король лемуров, пыталась тоже покорить мир весьма оригинальными способами. Король лемур эдакий. То есть сейчас я поймала себя на мысли, что, оказывается, я совсем ничего не понимаю в животных, потому что я думала, что это крошки еноты, они тоже похожи на лемуров, такой же полосатый хвост. Но вы перепутали, это же совсем не еноты. И это совсем не тот мультфильм. И это совсем не тот мультфильм. Мультик. Ну, как мы видим, все-таки завоевание лемурами планеты продолжается. Они уже ходят в шортах, ездят на велосипедах и вовсю эксплуатируют людей. Предсказание из мультфильма сбывается потихоньку. Так что будьте осторожны, если вам попадутся сегодня где-нибудь в ближайшем окружении лемуры. Будьте внимательны, не отдавайте им свои паспорта ни в коем случае. Необычные животные переходят уже к людям. А у нас есть необычные способы рисования. Так давайте тоже на них посмотрим. Детям очень нравятся нетрадиционные способы рисования. Это способствует развитию творческого мышления, воображения, креативности, расширению представлений об окружающем мире. Пена для бритья создает неповторимую базу для рисования и творчества в целом. Она позволяет растягивать и закручивать капли краски в причудливые завитушки и зигзаги, создавая очень красивые узоры. Наполните емкость пены для бритья. Разровняйте поверхность. Начинайте добавлять краски и рисовать ватными палочками или кисточками для рисования. Первые узоры самые удачные. Высокая емкость позволяет снимать верхний слой и продолжать творчество, а также поможет предотвратить пятна. Если же вы не планируете продолжительное занятие, то используйте плоскую поверхность, которая позволит значительно сократить расход пены для бритья. На основе пенной красок также можно создать чудесные смывающиеся смеси для рисования в ванной. Возьмите небольшие емкости для смешивания. У нас это обычные одноразовые стаканчики. Наполните их пеной и добавьте краски. Хорошенько размешайте. Обязательно вовлекайте в процесс ребенка. Он будет в восторге. Использовать пену в качестве материала для творчества мы рекомендуем с детьми от двух лет. Но будьте внимательны. Если ваш ребенок любит пробовать все на вкус, тогда оставлять его без присмотра ни в коем случае нельзя. Занимайтесь с детьми. Позволяйте им творить. Экспериментируйте с материалами и получайте массу удовольствия от увлекательного процесса и общения с ребенком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жил-добыл черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом. Совершенно несправедливо причем. Совершенно несправедливо, да? Только песни совсем не о том, как не ладили люди с котом. Или, например, тетя, тетя, кошка, выгляни в окошко, есть хотят котята, ты живешь богато. Там твои... А, у меня другая версия. Нет, нет. Вы разные смотрели. Зальни Василий верхний свет и покажи его портрет. Я почему вспомнила? У нас ведь коты, они самые часто упоминаемые участники всевозможных событий, согласитесь. Ну, конечно. И сколько домашних котов и кошек живет у людей. Я готова прямо сейчас заявить во всеуслышание на всю Ростовскую область, что я собак люблю больше, чем кошек. Ну что, вы теперь любители кошек можете поджидать Алину. Мы не говорим о любви к котам или собакам, просто о том, что коты очень часто где-то попадаются. В каких-то открытках, сказках, песнях и, конечно же, в интернете. Я хочу вам показать сейчас совершенно необыкновенное видео, а потом немножко мы о нем поговорим. Поехали. 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 Знаете, во-первых, мне кажется, что он разговаривает А мне кажется, что снимала это видео собака Кот так реагирует Вот это ой-ой-ой Во-вторых, мне кажется, что этот кот просится в дом, да? Он, наверное, просит, чтобы его... И не факт, что он просится в свой дом Вот! Вот в этом-то вся и загвоздка Женщина, которая его снимала Она выложила это в интернет и подписала Мало того, что это не ее кот Почему он просится к ней домой Но более того, у нее никогда в жизни не было домашних животных И тем более котов Ты знаешь, я хочу тебе сказать, что, может быть, женщина и думала, что это не ее кот А вот кот думал, что это его женщина и его дом Явно! И он не понимал, как его женщина не пускает его в его же дом И вот это и возмущение Ой-ой-ой, да что ж ты делаешь? Значит, коты, бывает, путают женщин Ну, что уж не их... Не только коты, я тебе скажу Иногда бывают, путают женщин Да, замечательное видео Если что-то подобное попадается вам Присылайте к нам на программу «Утро» Вы знаете наш адрес Это утрособака.дон24.tv Мы всегда рады показать Ну, а пока, пока мы отправимся в другое место К косметологу определять тип кожи Это очень важно Чтобы правильно ухаживать за кожей Необходимо знать ее тип От типа кожи зависит дальнейшая программа ухода И особенности косметических средств Именно поэтому в этом ролике мы решили вам рассказать Как определить свой тип кожи Основные признаки сухой кожи Она очень тонкая, нежная, матовая Имеет мелкие, почти незаметные поры На солнце, холод или ветер Реагирует покраснениями и раздражениями На такой коже рано появляются морщины Основные признаки жирной кожи Чрезмерный сальный блеск Гиперфункция сальных желез Сиборея Расширенные поры Часто появляются инфильтраты Плотные красные пятна Есть тенденция к появлению белых и черных комедонов Угрей, кист, сальных желез Жирная кожа обычно толстая, грубая Имеет сероватый оттенок Плохо держит макияж Основные признаки нормальной кожи Практически всегда чистая, свежая, эластичная Гладкая и упругая на ощупь Она не шелушится, имеет розовый оттенок Что является показателем равномерного кровоснабжения В нормальной коже содержится достаточное количество влаги и жировой смазки На ней практически не видно черных точек Основные признаки комбинированной кожи На лбу, носу, в средней части под носом, на подбородке Больше расположено сальных желез Кожа более жирная и пористая Признаки жирной кожи Эта область называется Т-зоной Так как вместе с олбом и носом образуют Т-образную зону На висках, щеках кожа ровная, тонкая, поры почти не видны Признаки сухой кожи Если разница между жирным участком кожи и сухим невелика То такую кожу относит к нормальному типу Если разница между сухими и жирным участком велика То такую кожу принято относить к комбинированному типу Поэтому за Т-образной зоной ухаживают как за жирной кожей А в зоне щек, висков применяют средства для сухой кожи Для того, чтобы определить свой тип кожи, сделайте несложный тест Во-первых, смойте всю косметику привычным для вас способом Второе, крем не наносите, так как лицо для тестирования должно быть абсолютно чистым Третье, через несколько часов приложите к лицу бумажную салфетку И посмотрите на следы, что остались на ней Анализа этих пятен вполне достаточно, чтобы определить свой тип кожи Четвертое, если на салфетке не осталось вообще никаких следов У вас сухая кожа Если количество кожного жира умеренное, нормальное В случае, если у вас четко просматривается Т-зона, кожа комбинированная И, наконец, если после соприкосновения с лицом на салфетке осталось цельно жирное пятно У вас однозначно жирная кожа Нам, журналистам и работникам СМИ решили очень серьезно облегчить задачу Факультет журналистки МГУ выпустил приложение «Мобильный орфоэпический словаль» для журналистов и, собственно, работников СМИ В него включены слова, которые чаще всего вызывают сложности в написании произношений Автор и составитель, кандидат в филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка Заслуженный преподаватель факультета журналистки МГУ Михаил Штудинер Ну, вот мне уже нужно это слово внести в словарь Чтобы найти слово правильность написания, которое вызывает сомнения, достаточно ввести его в поисковой строке приложения В словаре также можно проверить постановку ударения, что немаловажно Приложение было презентовано в рамках научной практической конференции «Учимся говорить по-русски» Проблемы современного языка в электронных СМИ в октябре 2016 года это еще случилось А сейчас каждый пользователь может предложить слово, которого, по его мнению, не хватает в словаре Оно будет добавлено при обновлении этого словаря И самая первая версия, включающая тысячи словоформ, обновилась сейчас на 500 слов А цель разработчиков приложения — расширить базу до 25 тысяч сложных слов Я думаю, что это надо не только сотрудникам средств массовой информации, но и всем остальным Потому что, увы, приходится признать, что русский язык, особенно в интернете, очень сильно хромает И давно уже, ну, не буду, рискую показаться брюзгой, но молодежь пишет сейчас И все в том же духе, то есть, чтобы, видимо, сократить количество знаков в написании Я не знаю, чем это вызвано Но раз уж мы заговорили о русском языке, мне есть вам что сказать Каждое утро мы открываем комод, шкаф, тумбочки, достаем одежду, обувь, чтобы отправиться на улицу Ну, во-первых, ходить розетом по улицам неприлично, во-вторых, это некомфортно Вот давайте со всем этим, точнее, шкафом и разберемся Изучаем, запоминаем и говорим чисто и по-русски Итак, существительная шкаф мужского рода неодушевленная В единственном числе во всех падежах при изменениях ударение падает на А То есть, шкафа, шкафам, шкафу Предложенный падеж имеет две формы Где? В шкафе и в шкафу И та и другая имеют право на существование А вот во множественном числе ударение перемещается на второй слог Шкафы, шкафам, о шкафах, шкафами Так что почаще открывайте шкафы Наводите в них порядок и пусть в вашем шкафу будет много одежды, которая вас порадует А если шкаф полон, а одевать нечего, купите несколько шкафов Самое интересное, что утром не всегда вообще знаешь, где шкаф Удаются три шкафа Да, и хорошо, что если ты в него не вошел А все-таки по назначению его применял Ну и, естественно, дорогие друзья, мы желаем вам доброго утра Напоминаю, что сегодня четверг Какое число? 15 февраля Напоминаю сама себе И сама себе напоминаю, что сегодня 15 февраля И вы смотрите утренний телеканал Ростовской области Ну и, естественно, впереди еще много интересной информации Как то? Что значит как то? Кто-то мне сказал, что я о чем-то расскажу интересным А, я... Хорошо, я о чем-то обязательно расскажу интересным Например, о том, что жителям Донской столицы выбрали, какие парки и скверы нужно срочно привести в порядок Дело в том, что ростовчане определились с общедоступными местами, которые могут быть благоустроены уже в этом 2018 году Подожди, кто их будет благоустроить? Сами жители Ростова или все-таки кто-то иной? Рассказываю по порядку Сначала было запущено онлайн-голосование, которое, к слову, уже завершено Теперь горожан ждут 18 марта на избирательных участках, чтобы они помимо... Ой, я это помню Помимо того, что поставили галочку, кого они хотят видеть президентом, еще и поставили галочку именно там, какой объект они хотят отремонтировать Да, 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 какой парк выйти в порядок Да, так вот, в первоначальном списке было заявлено порядка 43 территорий, но в итоге их осталось 11 Вот эти самые 11 территорий Ростова-на-Дону будут, Ростова и области, будут включены в список для голосования Бюллетень включена непосредственно Парк Вересаева, сквер Северный, парк Осенний, сквер имени Дортмунда, парк имени Сабино, сквер Покровский, сквер имени Чуковского, парк Дружба, парк имени Максима Горького, театральная площадь и парк имени Витя Черевичкина Это вот непосредственно в Ростове-на-Дону Кстати, большой интерес отмечается к данному проекту, который называется «Формирование комфортной городской среды» И благодаря именно вот этим событиям многие горожане активную гражданскую позицию свою показали, голосовали и выбирали те самые места, в которых хотят просто проводить время и отдыхать, не только летом, но и зимой Ну, конечно, да Ну, на самом деле, да Чтобы можно было и с детьми погулять, и с колядками, правильно? Эти зеленые островки, они играют очень важную роль в городе, в любом городе, и следить за ними нужно Да, ну, нужно отметить, что проект этот запущен именно администрациями городов, и, естественно, они будут рассматривать... Они будут рассматривать и выделять средства Да, какое количество средств будет выделять? А, вот ответ на мой вопрос, я поняла Я долго слушала, я поняла Да Ответ на мой вопрос, да Ну, и я уверена, что, хотя мне кажется, некоторые парки вполне себе в хорошем состоянии, например, да, вот такой, как театральная площадь Ну, есть места, где можно еще довести до идеального состояния Остается только добавить, что обязательно не забудьте прийти проголосовать и заодно выяснить, какой же парк вы хотите улучшить Ну, после рекламы продолжим утро ДОН-24 Три, четыре ДОБРОЕ УТРО! Вот такое веселое утро у нас сегодня вместе с ансамблем «Песни и танцы легенды» Ну, и представлю, конечно, всех Ирина Черная возглавляет сегодня Спасибо, спасибо Почему вы не в форме, не в костюме? Мне еще не совсем готово Не совсем готово, да Яна Шейн Участник... Вот сейчас сначала участников ансамбля, а потом руководителей представлю Хорошо Яна Шейн, Светлана и Вадим Федосовы, Юлия и Константин Федосовы Также у нас Денис Полетаев, кстати, вот он музыкальный руководитель Ну-ка, поиграй Марина Комарова, художественный руководитель Всем доброе утро И Денис Хабовец, администратор ансамбля «Песни и танцы легенды» Всем доброе утро еще раз Ох, ну какие же вы красивые, такие счастливые К Масленицу уже гуляете вовсю Конечно И молотые, и правильно делаете Блины печем Я не поняла, а где они? Вы в прошлый раз говорили, что у вас семья Мы же все съели Мы так ждали, эти блины, где же? Мы все съели, у нас же коллектив большой, не успевают Подождите, мы договорили, что вы печете блины, а мы привозим праздник к вам Значит, мы не так говорили Звонков не было, то бишь, значит, извините, вы не подготовились Ведь главное нельзя ведь списать на то, что это вы говорили, а это вы говорили Можно же перемотать и посмотреть Конечно На самом деле списывать ничего не будем, а порадуемся еще одному событию Помимо предстоящего, немножечко сейчас расскажу, да? Дело в том, что в ансамбле «Легенды» большое чудо свершилось на этой неделе 14 февраля в коллективе было прибавление, правильно? Да, да День всех влюбленных, это так символично Кто родился? Родился мальчик у нашего артиста Димы Алисова родился сын Большое счастье назвали Макар Макар, отлично Я думала, что еще один Федосов родился Это впереди все У вас целые семейные кланы здесь, насколько я посмотрел Да Это правильно, ну да, заметил Это людская мать Ну что, наше поздравление, пускай растет здоровенько, обязательно Передавайте родителям, что мы очень за них рады Да, ну естественно, приближается тот самый день Икс, когда мы сможем погулять на замечательном празднике Который вы организуете для всех ростовчан и гостей города Расскажите, напомните еще раз, как он называется, где будет проходить и куда бежать Это Масленица Широкая, ярмарка в Доте Плющихе будет проходить завтра, 16 февраля в 19.00 в областном Доме народного творчества, город 6 на Дону, площадь Карломаркска, 5 дробь 1 Все очень четко, спасибо, Марина Как задачу поставили, так ее и выполнили На самом деле, будет большое гуляние с представлением, с блинами, с угощениями Ну конечно же, Пятница, это же тещины посиделки, насколько всем известно Вот, чтобы вы знали, к тещины блины, Сережа, в пятницу Я узнаю, я обязательно пойду Большой семейный праздник, когда собиралась вся семья, кушали блины, друг друга поздравляли И зять, собственно, ручно готовил тещи угощения Понял, Сережа? А почему Сережа-то, я не пойму? Ну а кому мы должны еще это говорить? Ну больше некому Эти сами себе носят там Нет, на самом деле, просто ребята-то приглашают присоединиться к ним и отметить Дело в том, что всем детьям можно выйти из положения, как? Взять тещу и пойти на праздник прийти И на праздник прийти Оставить ее там И пойти дальше Мы с каждого не заходим сейчас В это время на печь блинов И уже с праздника ждать тещи на блины У меня есть хорошее предложение Пока мы тут решаем, все-таки вести тещу или не вести к вам на праздник Давайте послушаем песню в вашем исполнении У нас есть запись А потом продолжим разговаривать про ваш замечательный праздник АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Для того, чтобы их выучить, надо обязательно прийти сегодня, завтра, 16, я все перепутала, еще раз, 16 числа, в 19.00, в ДК, в областной дом народного творчества, площадь Карламакса, 5.1. Вы все запомнили? Если запомнили, то обязательно приходите. Еще раз, доброе утро, 3-4. Доброе утро! Доброе утро! Альтернативные виды развлечения зимние. Дело в том, что он просто-напросто прыгнул на батут, давайте посмотрим, который был покрыт корочкой льда. Вот сейчас вы этого не видите, но как только он приземлится, это станет заметно. Как интересно! Да, и именно в замедленной съемке, в замедленном режиме всем и понравилась эта видеозапись, и она разошлась по интернету очень быстро. И нельзя не признать, что зрелище получилось замораживающее. Да, действительно, еще можно таким образом быстро наколоть лед. Наколоть лед? Ну, если кому-то, да, надо... Вопрос куда? А добавьте льда в фужер. А, вот, это, наверное, создано для того, чтобы вот для бокалов, да, для напитков. Ну, ресторанам на заметку. Подождите, еще возникает вопрос, а где же раздобыть такой батут? Ну, в целом, я думаю, что это обычный батут, просто другой вопрос, что его, видимо, забыли убрать с лета, либо климат очень быстро поменялся в этом месте. Ну, вообще, идея хорошая. Я все-таки рекомендую ресторанам взять на заметку. Один раз вот так на ночь оставил, утром пришел официант, прыгнул на батут, и на весь вечер у тебя лед есть. У тебя лед есть, да. У мальчишки теперь есть работа, да? Это хорошо. Да, ну, значит. Здорово, да, на этом можно еще и деньги зарабатывать. Ну, кстати, вот мальчишка-то у нас какой сообразительный. Интересно, а что ему дарят на 23 февраля этому мальчишке? Лед? Лед. Ему дарят завороженные батуты, еще такой вариант. Какие варианты подарков есть у вас, мы пока не знаем, но мы придумали свои варианты и готовы вам подсказать, что же можно подарить любимым мужчинам на 23 февраля. Я думаю, что вот как раз-таки в сторону надо отодвинуть все эти пены для бритья, шампуни и все прочее. Посмотрите наши идеи, а вдруг они вам пригодятся. Литры пены для бритья и горы носков будут подарены многим мужчинам на День защитника Отечества. Однако у нас есть идеи поинтересней. Какие именно, мы расскажем в этом видео ТОП-20 подарков к 23 февраля. Набор для покера. Профессиональный набор для покера на несколько часов перенесет вас в атмосферу сигар, Джеймса Бонда и Казино Рояль. Галстук-бабочка. Элегантный и стильный аксессуар для романтических ужинов и торжественных мероприятий. Пауэрбэнк. Внешний аккумулятор. Пауэрбэнк – это внешний энергоемкий аккумулятор. Удобный и полезный гаджет, не позволяющий его владельцу остаться без связи. Дрифт на спорткаре. Дрифт на мощном спорткаре – это скорость, драйв и тот самый запах паленой резины. Необычная обложка на паспорт. Простой, креативный и бюджетный подарок с заботой о мелочах. Коллекционная пластинка. Воистину мечта любого меломана. Коллекционное издание виниловой пластинки одного из легендарных музыкантов 20 века. Рубашка. Грамотно подобранная рубашка – это не только практичный подарок, но и создание повода наконец-то выбраться в театр или на выставку. Экшн-камера. Помимо дорогостоящей GoPro, на рынке сейчас регулярно появляются более бюджетные и не менее качественные аналоги. Абонемент в тренажерный зал. Хватит откладывать свидание с беговой дорожкой на понедельник. Время действовать. Ежедневник. Минималистичный, практичный и стильный ежедневник. Сто процентно беспроигрышный вариант. Ретро-фотоаппарат. Самый лучший подарок для любителей старины и антиквариата. Термос или термокружка. В машине, на работе, в метро и на прогулке хороший горячий кофе никогда не повредит. Сертификат на профессиональную фотосессию. Профессиональные качественные снимки украсят ваш фотоальбом и долгие годы будут пересматриваться вашей семьей. Внешний жесткий диск. Персональный винчестер всегда пригодится для решения многочисленных проблем, связанных с компьютером. Книга. Как говорится, самый лучший подарок – это книга. Да и вариаций такого подарка великое множество. Электронная книга. Бумажная книга – хорошо, а электронная – еще лучше. Целая библиотека в одном устройстве весом не более 200 граммов. Сертификат «Квеструм». Квест – это всегда увлекательнейшее и захватывающее приключение, наполненное головоломками, загадками, тайниками и адреналином. Инстакс. Камера, не только делающая неповторимые снимки, но и придающая им материальную форму в виде ярких фотокарточек размером с кредитку. Электродрель – брутальный и сверхпрактичный подарок для настоящих мужчин. Фляжка. Простое и гениальное изобретение, совершенно незаменимое в самых разных ситуациях. А, между прочим, в качестве идеи подарка я бы еще предложила подарить, допустим, котенка. Ну, тогда надо точно знать, что человек любит животных, и у него нет аллергии на шерсть и все прочее. Мужчине. Ну, мужчине, но почему бы и нет? Конечно. Давайте уже сразу подарим ребенка, каждому поможем. Ой, как хорошо, Алида. Смотри, как все в одну кучку у тебя сложилось. Я знаю, что я хочу рассказать, а хочу рассказать следующее, друзья мои. Просто я увидела фотографию, не смогла пройти мимо нее. Случилась такая замечательная история. В одной семье взяли котенка из приюта. Он у них прижился, полюбился, а хозяйка в этой семье была в интересном положении. И вот что творил этот котенок. Он сразу понял, что он любит того, кто находится в животике. Он стал ластиться к этому животу. Когда она ложилась, он укладывался рядом, слушал, мурчал, вот лапками вот так делал. Что он только там не придумывал. И когда настало время, и хозяйка отправилась за малышом в роддом, он эти дни пережил очень тяжело. И только принесли малыша, он сразу же первый отправился к нему. Прошло уже почти около года, и кот не отходит просто от малыша. Он с ним спит. Он греет его, когда холодная погода. Ребенок таскает этого кота за хвост, за уши, играет с ним. Кот совершенно не обижается. Вот такая у них замечательная любовь. Мне понравилась твоя фраза «Хозяйка отправилась за ребенком в роддом». А куда? Она должна была за ним отправиться. И будет ли у вас малыш? Об этом мы можем спросить у звезд. Они всегда знают все наперед. Звезды советуют овнам провести этот день в окружении приятных людей. Встреча с друзьями в уютной обстановке украсит вечер. Тельцы. Ваша деловитость и сдержанность поможет справиться с любыми непредвиденными обстоятельствами этого дня. Подведите итоги ваших незавершенных дел. Близнецы. Постарайтесь в этот день дарить людям радость. Сегодня нельзя поддаваться пессимизму и допускать агрессивные мысли. У рака в день будет наполнен разными событиями, много общения и информации, а вы к этому не готовы. Львам необходимо быть предельно внимательными, предусмотрительными и обходительными с окружающими. Дев будет волновать собственное самочувствие. Постарайтесь закончить все дела. Не начинайте ничего нового. Весы. Ваш день пройдет успешно. Будьте внимательны к подсказкам извне. Скорпионам не стоит сегодня откровенничать, даже с самыми близкими. Споры могут возникнуть дома. Эмоции помешают мыслить здраво. Стрельцам необходимо подобрать нужные слова для взаимопонимания со своим окружением. В вашей поддержке будут нуждаться близкие люди. Поделитесь с ними оптимизмом. Козероги. Следите сегодня за своими тратами. Будьте менее щедры и расточительны. Можете столкнуться с непониманием ваших идей и взглядов. И это будет огорчать. У водолея в день наполнен событиями, эмоциями и впечатлениями. Отсидеться в одиночестве не получится. Рыбы, вам лучше быть наблюдателем. Подведите итоги своих дел. Смотрите на все реально и без розовых очков. Я бы посоветовала розовые очки снимать не только рыбам, но и всем знаком зодиака. И внимательно относиться к тому, что происходит вокруг. И, конечно же, знать прогноз погоды на сегодня. Хочу сказать, что ветер в Ростове усиливается. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Из-за ухудшения погоды возможно нарушение электроснабжения, повреждение крыш, повалодеребьев и увеличение числа ДТП. Поэтому, пожалуйста, повнимательнее. В Ростове и области сегодня 15 февраля. Днем в Ростове температура воздуха до плюс одного. Дождь со снегом. Ночью до минус четырех. Гололед. Пожалуйста, внимательны на дорогах. А вот в Чертково и Станицы Вешенское усиливается мороз. С днем же температура будет достигать минус трех градусов. В Чертково минус десять в вечернее время. В Вешенской минус три дневное. И на один градус холоднее, чем в Чертково минус одиннадцать вечером. В Таганроге все оптики предсказывают сегодня нулевую температуру в течение дня. Возможен мокрый снег. Вечером похолодает до минус трех. А вот в Белой Калитве минус одиннадцать будет днем и тоже мокрый снег. Но к вечеру температура сильно понистится до минус шести. Поэтому будьте осторожны во время движения. Ночью в шахтах минус пять, днем до нуля. Сильный снег. Пожалуйста, тоже будьте внимательны. В Обливской тоже пройдет снег днем до минус трех. А ночью опустится температура до минус десяти. Жители Волгодонска с удовольствием погреются на солнышке. Ведь днем их ожидает плюс один. Вечером они немножко поморозятся. Потому что минус четыре градуса в Сальске. Плюс два днем. И минус два в вечернее время. Ну и к этому ко всему я все-таки хочу добавить еще. Что исходя из того, что ветер очень сильный в Ростове и области последние несколько дней. То настоятельно просят убрать с открытых балконах вещи, которые могут быть подхвачены ветром. Во время перебоев электроэнергии, которая тоже может случиться, отключить все электроприборы. Не оставлять без присмотра включенные электроприборы. Не оставлять детские коляски под деревьями и всякими конструкциями. И легких людей. Конечно. И просят все быть внимательнее на дорогах, соблюдать дистанцию. Если что, звоните по номеру телефона 112. Ну, я напоминаю, что сегодня четверг, утро начинается. Не забудьте взять с собой хорошее настроение и порадовать себя в течение дня. Ну, а если что, заходите на сайт www.don24.ru и обязательно там найдете прекрасные новости. Хорошего настроения вам на весь день мы здесь желаем. Наше настроение хорошее и очень верится, что оно вам сегодня передалось. Одежда ведущим предоставлена магазином дизайнерской одежды Броско. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова